Привет, все мои дорогие! Я приветствую вас на канале Lifestyle.js Я уже несколько делала видео по дробному питанию. Можете посмотреть мои предыдущие видео. Это сейчас я вам принесла. Хочу показать примерный завтрак при дробном питании. Что такое дробное питание? Дробное питание – это ни в коем случае не подсчитывать калории. Многие мне говорят, что вы подсчитываете калории, сколько на завтрак, ужин, обед. В общем, это все высчитываете. Нет, это совсем другая система. Это система, когда можно кушать все, но самое главное – нужно кушать это дробно. Мне многие говорят, что один продукт несовестим с другим. Как вы это кушаете и как оно сказывается? Я хочу вам сказать, что очень хорошо сказывается. Уже несколько месяцев на этом дробном питании. Очень мне нравится. И, в общем, лишнего жира не набираю. Все в норме. И, в общем, хочу показать вам сегодня свой завтрак. Значит, примерно в какое время я это ем. Вот это вот, что у меня здесь в тарелке. Это порция на два раза. Я делю это на два раза. Первый раз я ем где-то полвосьмого. Второй раз где-то часов десять, полодиннадцатого. То есть до одиннадцати это вы должны скушать. Вы, конечно, не ходите все время, не жуете, и так бросая в рот то одно, то другое. Но просто это делите на два раза. Тут вот у меня красный сладкий перец. Здесь у меня чай. Это чай на травах заваренный. Здесь мята и другие травки, которые я люблю. Я люблю мелису, травки такие вот, как мята. Кто любит, может, другие какие-то травяные чаи тоже подойдет. Можно взять ромашку. Хорошо подойдет липа. В общем, травяной чай. Самое главное, чтобы был травяной чай здесь. Вот у меня есть здесь помидорки шери маленькие, оливки и хлеб. Вот я заранее уже знаю, что будут такие, которые скажут, как хлеб, что это хлеб. В общем, на диетах нельзя хлеб. И хочу вам сказать, это не диета. Это дробное питание. Еще раз повторяю, при этом дробное питание можно кушать все. Самое главное, как вы это едите и в каком количестве. Вот обратите внимание, какой хлеб. Видите, хлеб этот специальный, легкий. Он серый, с отрубями. Это очень низкокалорийный хлеб. И здесь вот есть сыр. Что это за сыр? Это сыр козий. Он слегка подсоленный, нарезанный на кубики. Специально я покупаю вот такой вот сыр, потому что он, видите, небольшие такие вот кубики. И очень такие вот хорошо, знаете, брать. И вот ты берешь, и ты знаешь, вот сколько тебе нужно. Ты взял пару кусочков. Очень приятненький такой, хороший сырочек. И вот у нас вот огурчик. С огурчиком хорошо вот он идет. И что вот у меня есть здесь? Зеленый лучок. Посмотрите, видите? Все это очень полезное, вкусное. Оливки. Красный перчик. Я специально вот это режу все, знаете, такими тоненькими полосочками. И все это, конечно, нужно тщательно пережевывать. И обязательно запивать чаем. Чай у меня, как я сказала, травяной. И сахар я не ложу. Я никогда не пью чай с сахаром. Не потому, что у меня какие-то проблемы есть. Нет, просто я отвыкла уже. Я делаю стевию. Я заварю стевию. Это такая травка. Она сладенькая. И вполне мне, в общем-то, заменяет сахар. И, знаете, я уже отвыкла. И как-то мне и не хочется уже сахара. И сладкого такого, знаете, вот иногда люди говорят, Ну, как можно прожить без сладкого какого-то пирога, вкусного какого-то крема. Хочу вам сказать, что я, если хочу что-то выпечку сделать, то есть, например, стевия. Я заварю траву. Я не покупаю сиропы, потому что я считаю, что это такая вот ерунда. Это, в общем-то, не пойму, что намешано. Я люблю траву. Заварила, в общем-то, добавляю эту сладкую воду, которую я съедила в тесто, если хочу что-то спечь. И, кроме того, еще есть у нас финиковый мед. Он, знаете, такой, считается, это не совсем как бы мед, он такой финиковый, можно сказать, сироп. Вот, сила. И я его очень хорошо применяю, потому что, ну, он не такой сладкий. Или еще, дорогие мои, вот у меня в семье любят вот такое вот кофе. Вот такое вот кофе. Покажу вам. Потому что не все, конечно, пьют чай, вот как я. И вот такой вот сахар. Видите, сахар этот темный. Так написано, сахар темный. Вот. Он намного, намного, в общем, полезнее. Он не такой сладкий, как сладкий, как белый сахар. И если уж так сильно хотите, то, конечно же, я о себе говорю, то можно взять ложечку этого темного сахара. Он абсолютно не сладкий. Ну, такой, знаете, не сладкий. Его много не нужно. И в то же время как бы создается впечатление, что ты пьешь и с сахаром. Но я привыкла к стеве, и мне, по большому счету, это и не нужно. Ну, вот все-таки другие хотят кофе, хотят сахар. Так вот они пьют такой вот темный сахар и, в общем, ложат в кофе. И хочу вам сказать, что вот эти вот продукты, которые я положила для завтрака, это я вот уже сказала, что я делю это на два раза. Очень полезно. Дробное питание. Всем рекомендую. Вы никогда не останетесь голодным, не будете считать никакие калории, не будете заморачиваться. Но самое главное, вы будете и сыты, и в то же время ваш вес будет в норме. Вы не будете набирать какие-то лишние килограммы. Особенно, знаете, это сейчас очень актуально, потому что праздники идут. Ну, как же вот на праздники, не скушать кусочек торта, не скушать, в общем, что-то сладенькое или что-то жирненькое. Мы же это все любим. И оливье, и, в общем-то, зажаренное мясо. Ну, кто что, но все равно мы это все любим, мы на этом выросли. И если кушать это в больших таких вот количествах, а праздник это и есть большие количества, то, конечно же, потом нарастет там, где не надо, и то, что не нужно. И вот потому, дорогие мои, я вот, конечно же, в новогоднем празднице принимала участие, так, как и все. Но самое главное, это норма знать, в общем-то, сколько тебе нужно, не объедаться. И, кроме того, вот видите, я встретила Новый год, но свое дробное питание не забыла. И продолжаю также на нем питаться. Вот, что хотела вам сегодня показать и рассказать. И, в общем, рецептик этот я под видео напишу. Кому интересно, пользуйтесь на здоровье, буду рада вашим отзывам. Всем желаю замечательного денечка, благодарю за дружбу, поздравляю с наступившим 2020 годом. Цифры очень интересные, 20 и 20, это не просто так, год, в общем, будет такой особенный для неленивых. Вот кто неленивый, кто будет браться, в общем, так это, как говорится, быка-зарака будет брать, особенно во второй половине года, в общем, ждут хорошие результаты. И год этот будет полон подарочками. Такой год для многих будет судьбоносный. Сейчас у нас правление козерога. Козероги, кстати, очень любят вот эту вот еду, которую вот я показала. Зелень, вот помидорки. Несмотря на то, что они мясные, да, они очень хорошо понимают, что если не будут следить за своим здоровьем, то, конечно же, будут проблемы разные. Потому большое значение вот козерогам нужно уделять костям, костям и скелету. Они обязательно должны заниматься какими-то физическими упражнениями, растяжками. Они обязательно должны кушать молочное. Не важно, что это, твороги, творог, сыры какие-то, или вот твёрдые сыры, или сыры типа сулугуни. Это кто что любит. Но обязательно молочное должно присутствовать в рационе козерога. Кроме того, обязательно вот козерог должен взять себе за привычку. Несколько раз в неделю он должен выходить на свежий воздух и делать какие-то пробежки, проходки. Очень хорошо подходит к козерогам ходьба спортивная, просто быстрая ходьба. И так, как я сказала, вот растяжки уже. Они должны следить за собой, за своим скелетом и костями. Костная система у них очень такая, знаете, легко поддаётся всяким воздействиям. Они должны обязательно следить за своим скелетом. Никогда не горбятся, вот когда они пишут или читают, особенно у детки в школе начинают. Так вот смотришь, скручиваются, прямо аж лопаточки торчат. Обязательно следить должны взрослые за козерожками, детьми, чтобы они правильно сидели. Потому что для них большое значение имеет позвоночник, суставы. Потом вот между суставами жидкость обязательно убывают позвонки. Правильно должны функционировать, потому что если они неправильно сидят, неправильно двигаются, у них бывают стираются суставы. И уже смотришь в более взрослом возрасте, вот у меня есть знакомые козероги, они просто страдают от этого. Потому что неправильно, кстати, даже неправильную обувь носили на очень высоком каблуке. Хотя козероги, козерожки, они очень любят высокую такую обувь на высоком каблуке. Они любят красивые туфли с высокими каблуками. Но это не очень-то им хорошо, потому что для стопы, для кости, им, в общем, кость, если у них деформируется, для другого знака это не так болезненно и не так ощутимо, как это для козерогов. Козероги должны понимать, что Сатурн – это их правящая планета. Если они будут придерживаться того поведения, которое предписывает им Сатурн, то их ждёт в жизни огромный успех, большие достижения, им очень много высот они могут достичь. Если они будут такие, знаете, расхлябанные, в общем, кто куда потянет, туда побежали. Вот я, кстати, таких тоже видела козерогов. Немного, конечно, но были такие, что вот на себя думали, а, так махнуть рукой, как-нибудь, что-нибудь. Потом оказалось, через время они, в общем-то, страдали и болели, и совсем нехорошо, в общем-то, их жизнь сложилась. И, в общем, и, как говорится, и закончилась тоже. Были такие вот случаи. И именно люди, которые не придерживались распорядка дня и правильного образа жизни. Вот для козерогов большое имеет значение вести правильный образ жизни. У меня вот есть знакомые козероги, которые вот абсолютно не ведут правильный образ жизни. И они, конечно, где-то уже за 50, они уже вообще не имеют ни здоровья, ни вида. И, можно сказать, зубы все повылетали. Вот я хочу сказать, что большое значение имеет для козерогов следить за своими зубами, за костями. Вот зубы – это ведь тоже относится к костям. Это тоже нужно обязательно правильно чистить зубы, не откладывать вот так вот. А, сегодня не почищу, ладно, там, два дня не почищу, три, возьму жвачку, пожую. Нет, это совсем все другое. Нужно обязательно, тщательно, вот, если не знаете, как правильно, кстати, вот, многие взрослые не знают, как правильно. Можно открыть в интернете, почитать информацию, как правильно нужно чистить зубы. Потому что у меня есть такие знакомые козероги, которые правильно чистят зубы с детства. И никогда в жизни, уже в возрасте 50+, они не обращались к врачу. Можете себе представить, не снимали, ни камни на зубах вот бывают, да, ничего абсолютно. Ни дырок нету, ничего. Люди правильно, просто правильно чистят зубы. Вот, два раза в день, как положено, вот, как, как нужно. Вот им раз показали в детстве, вот так вот они себя и ведут. И у людей нет проблем с зубами, это же очень хорошо, правда, не так вот, как у меня есть знакомые козероги тоже, которым вот 60+, и у них абсолютно уже нет зубов, у них уже стоят протезы, уже лет 15 как. И что хорошего, и десна села, и, в общем, это очень плохо. Лучше, как не зря же говорят, вот то, что есть, то, что природа дала, все органы, которые есть, нужно беречь. Они не просто так даны, как вот, я помню, была небольшая, многие вот были, говорили, ой, если есть гланды, нужно обязательно их удалять. А вот здесь несколько лет тому назад была у одного профессора, и он мне сказал, как раз вот по теме ухо, горло, нос обратилась к нему. И так разговорились очень такой грамотный, умный человек, и он сказал, а вы знаете, что гланды, они нужны, что это такие специальные, такой специальный орган, который выделяет определенные гормоны, и они точно так же нужны, эти гормоны в организме, как другие гормоны, как гормоны женские, как гормоны тестостерон, или еще какие-то другие гормоны, гормоны щитовидной железы. Потому он сказал, понимаешь, все, что Бог создал, все, что есть в нашем организме, оно все нужно, это не просто так. Потому он сказал, береги, береги здоровье с самого начала, нужно беречь, он сказал. Ну, конечно, когда уже приходишь в возрасте 50, ну, это уже тяжело начинать. Потому с детства нужно приучать детей, чтобы они правильно сидели за столом, чтобы они кушали правильную еду, потому что сейчас очень тяжело, дети вообще, очень многие подсажены на эту магазинную еду, ГМО, и все это плохо потом сказывается. Это все, все это знают. И просто не нужно потакать, потому что идет большая реклама, это все деньги, это все выкачка, огромная выкачка денег. А здоровье, как говорится, оно, как известно, не дается впрок. Вот то, что нам дали, надо это беречь. Потом нельзя пойти в магазин и купить здоровье. Нельзя. Если бы мы могли вот так пойти купить, как можно пойти купить хлеб или там овощи или еще что-то. Это уже то, что потеряно, это уже потом можно его только поддерживать. Потому что, чтобы это не потерять, нужно правильно себя вести с детства, воспитывать детей, чтобы они вели правильный образ жизни. И для этого, конечно, родители сами должны давать пример детям. И вот так как сейчас я говорю о знаке Козерога, то Козероги, им это не тяжело, потому что у них в организме, у них как бы заложены качества такие, качества Сатурна. И если правильно развивать это, то это станет их непривычкой. Потому лучше, конечно же, свои плохие привычки потом не исправлять, потому что их плохо уже. Они уже плохо поддаются исправлению во взрослом возрасте. А начинать с детства, чтобы ребенок с детства привык делать зарядку, чистить зубы, правильно сидеть, заботиться о своем здоровье, о своем сне, чтобы он не сидел до опоздна, до полночи в интернете и стрелял в всякие мафии, всякую эту ерунду высматривал, потому что, ну, это не обязательно, что ему не давать вообще-то. Но просто в определенное время суток, не перед сном, чтобы он правильно отходил ко сну. Это все, конечно же, говорит о том, что сейчас люди очень грамотные, но вместе с тем, вместе с тем, почему-то делают, продолжают делать то же количество ошибок, что и делали. Ну, хочется, конечно, чтобы люди поняли, что здоровье, здоровье, здоровый образ жизни – это очень важно. И, конечно же, каждый может жить так, как он считает нужным, так, как он хочет, как ему нравится. Но вообще-то, вообще-то, если мое вот мнение, так вот, я считаю, что ничего страшного. Это, к этому можно привыкнуть, и ты даже это полюбишь, потому что это стало твоим. Есть какая-то цель, ты понимаешь, ради чего это. Это, а не так вот, я вижу, вчера ко мне пришли люди, и мы разговаривали. Взрослая женщина, и она мне сказала, понимаешь, она, кстати, не козерог, другой, в общем, знак. И она сказала, знаешь, я вот столько ошибок сделала в своей жизни, столько, начиная вот с юности и дальше. И вот теперь она сказала, у меня такое потерянное здоровье вообще, и я вот не знаю, в какую сторону бежать, и как мне его, и с чего начать. Потому, дорогие мои, вот дробное питание – это один из путей сохранить свое здоровье, быть здоровым, счастливым и веселым. Всем желаю хорошего дня, оставайтесь с нами, благодарю за дружбу. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Ваша Яна.